Добрый день. Отражение увольнения сотрудника, соответственно и расчет в программе 1С зарплата и управления персоналом, выполняется документом увольнения. Давайте создадим документ увольнения и приведем приказ об увольнении в действии. Для этого перейдем на вкладку кадры. На вкладке кадры мы сможем сразу создать документ увольнения, нажав на соответствующую кнопку. Также мы можем это сделать из списка документов. Нажав на кнопку создать, создадим документ увольнения. У нас открывается новый документ увольнения, в котором мы заполняем необходимые поля. А также сотрудника. Когда у нас установлены, заполнены все необходимые поля, программа самостоятельно выполняет авторасчет и дозаполняет недостающие поля документов. Если ваша программа не произвела автоматический расчет, то вам нужно сделать донастройку программы. Зайдите в пункт настройка, расчет зарплаты и проверьте, что у вас включена возможность выполнять автоматический пересчет документа при их редактировании. В нашем случае такая настройка включена и расчет выполнится автоматически. В строчках, где установлен маркер зеленый, можно данные пересчитать вручную. И пересчитать. В этом же поле указывается, сколько осталось неиспользованного отпуска у сотрудника. И при необходимости за данный период работы можно добавить дополнительные отпуска к выплате. В документе присутствует поле начисления и удержания, в котором отражены начисления, НДФЛ, займы и другая информация. После заполнения всех полей мы проводим документ. И приказ об увольнении у нас вступил в силу. Из документа увольнения мы можем вывести на печать отдельно документы об увольнении, справки. А можем весь комплект документов вывести на печать единовременно. В документе увольнения мы можем оформить справку 2 НДФЛ и справку о заработке для расчета пособий и больничных листов. Когда наш приказ об увольнении вступил в силу, мы можем выплатить из документа увольнения заработную плату, которая причитается сотруднику. Когда мы нажимаем кнопку «Выплатить», формируются ведомости, начисленные заработной платы на счета сотрудника. Проводим ведомости и заработная плата сотруднику выплачена. Таким образом сотрудник уволен. Редактор субтитров А.Семкин